Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шхада Цейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Уровень материнской и детской смертности в Таджикистане остается высоким, представляя одну из основных проблем сектора здравоохранения. В настоящее время в стране доступ к охране здоровья и матерей недостаточен. Причины смертности связывают с социально-экономической ситуацией в Таджикистане. Но не только. В проблеме разбирался Камар Ахрор из Сахдийской области. Управление здравоохранения Сахдийской области Таджикистана сообщает о 10 случаях смертности в родильных домах. В 2015 году эти женщины в основном проживали в сельских районах. Обострение различных заболеваний во время беременности медики называют причиной большинства смертей. Говорит заведующая отделом организации медицинского обслуживания матери и ребенка Индира Акмал-Хаджаева. За первые шесть месяцев этого года в области зафиксировано 10 случаев смерти женщин при родах. Если проанализировать смертельные случаи, то 60% женщин погибли в результате заболевания почек, сердца, зоба, сахарного диабета и других серьезных заболеваний. На втором месте кровотечение. И это 20% от общего числа смертей при родах. Еще в прошлом году при управлении здравоохранения Сахдийской области был создан единый электронный список беременных женщин. Тогда говорили о том, что создание этого документа даст возможность взять под контроль всех женщин и можно будет своевременно предоставлять им медикаменты и медицинскую помощь. Этот список обновляется и по сей день, однако уровень смертности среди молодых женщин не уменьшается. Из-за трудовой миграции и оттока мужчин вся тяжелая работа по дому и в поле легла непосильной ношей на плечи женщин. Тяжелый труд негативно сказывается как на роженице, так и на ребенке, которого она носит под сердцем. Жительница Худжанда Шойра Турсунова поделилась своими наблюдениями. Я знаю несколько примеров. Одна женщина во время беременности работала на поле с повозкой. У нее трое несовершеннолетних детей. Муж уехал на заработки в Россию. Чтобы прокормить детей и создать им более-менее нормальные условия, женщина работала не покладая рук. До родов оставалась одна неделя, когда ее с повозкой сбила машина. Женщину увезли в больницу, однако спасти ее и жизнь ребенка не удалось. Вот так проблемы вынуждают женщин заниматься тяжким трудом. А проблем в сельской местности, как вы знаете, очень много. Санавбар Азизова, главный врач одного из роддомов Сагдийской области, говорит, что недостаток необходимого медицинского оборудования является еще одной проблемой в этой области. Когда женщина нездорова поступает к нам в тяжелом состоянии, мы в большинстве случаев вынуждены проводить искусственные роды. Ребенку в данном случае часто необходим препарат искусственного дыхания, так как легкие еще не могут полностью функционировать. Причина смертности новорожденных заключается в отсутствии препарата сурфактант. Слабая система эффективного медицинского обслуживания – еще одна причина роста смертности матерей и новорожденных. В прошлом году из-за проявления халатности к служебным обязанностям были наказаны несколько руководителей родильных домов в области. Наима Рахимбоева, заместитель главного врача роддома Сагдийской области, назвала причиной смертности новорожденных их недоношенность. За шесть месяцев 2015 года в нашем роддоме родили более 3000 женщин, что на 200 больше по сравнению с прошлым годом. 70% из них – это женщины из сел. За этот период зафиксировано более 100 случаев смерти новорожденных детей, и 80% из них приходится на сельскую местность. 91% погибших детей – это недоношенные дети. Вес почти половины из них не превышал одного килограмма. Низкий уровень информированности населения, несоблюдение здорового образа жизни беременных женщин негативно влияет на здоровье роженец, утверждает представитель общественной организации НАСАЛ в городе Худжанд Махбуба Султонова. Я думаю, причина таких ситуаций связана со здоровьем женщин. К сожалению, многие женщины нездоровы. Как и мужчины, они мало обращают внимания своему здоровью, потому что не имеют необходимой информации. Они чаще думают об одежде, покупке нового автомобиля и проведении шикарных торжеств. Но они не думают о здоровье жены и детей. В советское время для беременных женщин государством выделялись льготы для поддержания здоровья матери и ребенка. Сейчас неустойчивое экономическое состояние семьи приводит беременных женщин к отсутствию правильного калорийного питания. Отсюда проблемы с анемией уроженец. К тому же, недостаточное финансирование системы здравоохранения, а также недостаточный анализ качества оказываемых услуг, низкий уровень системы мониторинга и оценки затрудняет успешную борьбу с материнской и детской смертностью. Репортаж подготовил Камари Ахрор, Сахдийская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить нам на наш номер 44-640-1011. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона работала Шахада Цейбназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на нашем сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку www.iwpr.tadzikistan. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно.